всем привет друзья сегодня 22 апреля три дня лил дождь хороший сегодня мы решили солнышко надо все-таки выехать посмотреть вдруг по вылазили грибочки пойдемте с нами тут вот такое место стеной стоят деревья это вербы идем попробуем пробраться место интересное как я уже говорил нужно искать во влажных местах там где преобладают лиственные деревья а именно вербы осины и могут быть еще дикие фруктовые деревья по своему нюху нашел все-таки местечко вот они там молоденькие торчат да их тут немного но не тут есть заглянем на наши места былой славы я думаю сам тоже должно что-то нас ждать сегодня я тестирую экшен камеру новую которую приобрел я ней уже упоминал в прошлом своем ролике по возможности отпишитесь мне каково же качество съемки на нее вот так вот с почином нас у кати травма с детства она как-то долгое время не ходила за грибами с тем что увидела змею сейчас история повторяется только же у нас уже взрослая женщина в конце концов расплакалась так что-то я в детенстве будешь сидеть в машине ну откуда в другое они везде лазер идем я вперед пойду там красивое место посмотрите какие там большие деревья сморчковые шапочки просто души ничают в таких деревьях не реви не реви ты знаешь как я боюсь я так испугалась я ее вообще не заметила мне чуть не наступило когда-то мой брат когда еще был маленьким с мамой пошли они за грибами или просто гуляли по лесу и он тоже так увидел змею так у него от страха начались схватки в животе такие что еле домой дошел идет сгибается в животе на нервной почве начала хватать так что бывает бывает такое я вот приноровился ориентироваться таким образом сейчас пока еще все деревья голые но где стоят вербы может быть вам видно там они такие окутанные зеленой дымкой ну то есть уже листочки начинают появляться и вот туда мы и направляемся обычно в таких местах и грибочки я так понимаю тут это ящерица я так понимаю что здесь фруктовые деревья дикие их переплел оплел хмель пошли катя надо искать лазейки куда можно проникнуть чтобы попасть к тем вербам но допустим здесь можно на корточках пролезть либо же по пластунски сейчас будем пробовать и так и так колючие ветки но это просто как комнатка тут комнатка ну как-то можно будет наверно пройти не здесь вот есть лазейка смотри катя тут такие он закрома лесные по тропинка каких-то диких животных потому как для человеческой тропинки слишком узенькая так что мы тут видим а вот катюша и то о чем я говорил вот они интересно вам видно вон 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 катя распочинивайся подыми себе настроение ой как там еще есть но тут они понимаете все это колючки это вообще шиповник а куст а поколол себе руку стоит ли эти грибочки того что мы тут переживаем но каждый для себя решает сам вот самые труднодоступные кусти шиповника вот он тут уже полулежа там есть вот и приз не зря залезли катюш торчат и здесь давненько здесь никого не было такие образцы попадают ухты подожди меня там змеи что ты говоришь тут я конечно не прав кать так уже друзья мои жарко даже в одиннадцать часов становится утречка вроде бы так свежо было вот интересно получится ли сегодня отыскать такой клондайк как прошлые наши грибалочки мы конечно будем в это верить крапивушка уже большой слова зеленеет все посмотри вот она старая верба да а вот у подножья как я и предвещал сморчковые шапочки так вот катюша я обращал твое внимание на то что у сморчковых шапочек шапочки а у сморчков она как бы с ножкой все слилось есть еще сморчок полусвободный называется сморчок полусвободный это как я командирую не дело не в том дело в том что у него шляпка такая же свободная но наполовину этого сморчка и у него такие ячейки как у сморчка они как у сморчковые шапочки просто морщины морщиночки может быть нам удастся сегодня его встретить мне кажется это просто плод любви сморчка и шапочки вот моя женка напала на такой пятачок грибной и я сюда приклелся подлохматиться потому как уже реже попадаются грибочки уже видать отходят да смотри а то меня когда-то кто-то из подписчиков ругал что я так беспечно руку за грибом тяну а вдруг там настало время нам погрузиться вот в эту рощу здесь прошлый раз было очень хорошо так а ну расскажи про свое детство как ты ездила за грибами а чё так и шо ж вон я а вон я сколько их их много тут но в детстве шоу в детстве и возила брала меня с собой в один момент я не спросила что это за ягоды на кусте а мама мне сказала волчий больше я в лес не ездила потому что я боялась волку все понятно но оказалось что я больше боюсь волку я думаю ты не так змею испугалась как ее внезапному появлению я просто испугалась тому что она была у меня под ногами она уже скрутилась на меня нападать и шипела а я ее не заметила потому что там она сидела на зеленой траве а в прошлый раз со мной приключилась то же самое да их тут море ездили ездили кружляли среди хвойного леса искали такие вот рощи были рощи но там возле каждой стоял автомобиль по красному пальто тебя узнают летом вот постоянно в комментариях читаю вопросы в каких какой местности можно найти такие грибочки так вот посмотрите друзья мы видим и осину здесь и вербу и даже записалась здесь сосенка одним из основных условий должно быть сыра у меня на работе сейчас предлагают вакцинироваться от известной болезни хотелось бы узнать ваше мнение вы бы хотели вакцинироваться или все таки побаиваетесь вакцина китайская называется корона вак так написали нам я тут напал тут прям просто их тут стая понимаешь да одна проблема прошу прощения друзья я же не умею еще снимать на эту камеру возможно не все что я хочу попадает в кадр может быть я вообще не туда смотрю как говорится да становится сухо хотя дождь был не так давно посмотри какой кабасик и причем лил он несколько дней я уже по моему говорил а завтра опять дождь обещает ну я не знаю много ли там но вижу издалека желтые ножки и вот пока мы туда направляемся по пути можно еще собрать да вот они тут и торчат много и они видите уже уже они маленькими начинают на солнце высыхать а те что спрятались под листиками еще более менее как-то живут и вот в условиях недостаточного освещения я вдруг нахожу такую приятную для себя вещь как сморчок конический маленький маленький ну вот мне кажется сморчок ли это да сморчок ли это конический да конический это не тот мой кумир полусвободный прохладненько ну скоро вообще обещают смотрите как они выделяются на фоне всей этой сморчково шапочной толпы вот к сожалению там где акации пошли там уже грибочки не встречаются акации высасывают всю влагу из почвы мы переехали на другое место тоже какое-то привлекательное но здесь некие постройки даже вот заброшенные поглядим уже что там биотоп вроде бы подходящий вижу осинки белеют хи 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 чё черная змея волос так похоже или гадюка никольского впереди ладно как давай обойдем он там поверху мы как бы встретились и он она себе попал злая к себе так как так они дома у себя извини меня я его боюсь завязывать этот шнурок а то еще кто-нибудь цапнет о кать тут можно пройти свое время когда раскапывали канал днепр донбасс меняли ландшафт здесь всяческие бугры это все рукотворное а вот смотри котик ты видишь далеко смотри целая поляна как я хотел я привел нас сюда катя так ну что я тебя привел а ты собирай насколько богата эта местность в этом видео бонусом стали ориентиры которые я вам дал и вы также сможете сюда приехать и увидеть обилие сморчковой шапочки в следующем году я боюсь ступить ногой чтобы не придавить ни одну ни одну шапочку просто хочется вам показать посмотрите я весь окружен этими солдатиками в морщинистых касках ну чтож придется немножко помочь на фоне того что все уже отходит это просто счастье найти такое обилие место золотое просто а ты хотела домой ехать да если бы мы не пришли правильно катя говорит вся эта армия солдатиков погибла бы склонил головушку это жапочка уже вот тут он сидит я теперь хочу просто сморчков понимаешь конических ой 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 вот это мы пришли кать я не знаю надо отсюда убегать но нас не отпустит смотри какая свежайшая и смотрите сколько ее это на солнышке они уже под выгоревшие а тут а тут а тут да они с короткими ножками и свеженькие коренастенькие видите с короткими ножками как будто другой вид какой-то насколько мы можем судить из того что вылазит одна шляпка пока нога вырастает поток нет нет я кормилец наш грибами о да да очень много я думаю достаточно куда нам их девать то катя а ты вот это видела ну что оставим куда оставим нет конечно давай дорогие друзья ждем сезона майской рядовки белых масляточек а поэтому желаем вам всем удачи будем рады прочесть ваши комментарии и сразу говорю спасибо за лайк до новой встречи пока 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 пока